С наступлением длинных светлых дней мы все чаще бываем на улице, но вместе с отпусками приходит и время наибольшей вероятности быть укушенным клещом. В этом году в Одессе зафиксировано уже более 80 обращений вирусологическую лабораторию по поводу укусов клещей. Врачи-эпидемиологи предупреждают, что гораздо легче защитить себя от укуса, чем потом лечить последствия. Клещ может подстерегать свою жертву там, где есть растительность нижних ярусов, то есть трава и кусты, в парках, скверах, на приусадебных участках. Многие, наверное, слышали о лесном клеще или как правильно он называется – иксудовый клещ. Иксудовый клещ является приносчиком многих инфекционных заболеваний, таких как клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз, болезнь лайма, геморрагические лихорадки и различные вирусные заболевания. Человек может заразиться не только при укусе клещом, но и раздавливая клеща или снимая насекомое со своего питомца. Коварство клеща заключается еще в том, что попадая на открытые участки тела, клещ остается безболезненным и незаметным, потому что в его среде находится анестезирующее вещество. Главное в защите от клещей – не допустить их укуса и присасывания. Поэтому, если вы находитесь в местности, где развит нижний растительный слой, необходимо соблюдать некоторые правила. Во-первых, пользоваться репеллентами, то есть вещества, которые отпугивают насекомых. Но пользоваться ими нужно с осторожностью, там, где есть дети или люди, страдающие аллергическими заболеваниями. Во-вторых, необходимо, собираясь на прогулку или на отдых, помнить о одежде, потому что необходимо обязательно одевать рубашку в брюки, на голову косынку или какую-то шляпу, обязательно закрытую обувь, лучше кроссовки подойдут для этого. Излюбленные места укуса клещом являются волосистая часть головы, паховая область, область за ушами. То есть это те места, наиболее нежные участки кожи. Врачи советуют во время прогулки проводить само- и взаимоконтроль. Осматривать нужно и животных, с которыми вы гуляли. Кстати, клещ может укусить и дома, если принести его с собой, например, на цветах. Ну и, наконец, если клещ все-таки укусил, необходимо немедленно обратиться в медицинское учреждение с заказанием помощи. Это или травмпункт, или хирургическое отделение. Там будет квалифицирован удален клещ, потому что он сам по себе потенциально опасен. Ну а если врачей рядом нет, то лучше на клеща капнуть маслом или жиром. Ведь клещ, как и любое животное, дышит воздухом. И если перекрыть поры, дыхание его будет затруднено. После этого клеща можно удалить. Руки нужно помыть с мылом, а место укуса обработать спиртом, йодом или хотя бы водкой. Возвратившись домой, стоит сразу же обратиться в поликлинику к врачу-инфекционисту для дальнейшего наблюдения. А через три недели желательно сдать анализ крови. Елена Мазур, Евгений Войтенко, телекомпания «Круг».